Вопрос первый, значит, у вас свое решение получается, свое вероятное решение. Во-первых, сколько лет вы уже пишете это решение, да, команда, и второе, сколько в команде людей? Шесть годиков нам, из них пять лет наше решение находится уже в продакшене. В команде у нас сто плюс человек, большинство из них разработчики. Понятно, это значит, у вас должна быть какая-то мощная клиентская база, потому что сто разработчиков содержать, высококвалифицированных, это дорогого стоит. Таки да. Есть клиентская база, у нас есть крупные клиенты, у нас есть крупные облачные провайдеры, с которыми мы работаем. Например, один из них сервис спейс, это международный облачный провайдер, он работает на нашей, соответственно, виртуализации. Вот. Есть корпоративные клиенты. А в России, то есть в основном клиенты за рубежом или в России? В основном наши клиенты в России. Мы нацелены на отечественный рынок. А сегмент какой? Это крупная компания, это средний сегмент какой? У нас два глобальных сегмента. Это средний крупный интерпрайз, который уже задумывается о импортозамещении. И тут дело идет потихонечку. Как я и сказал, не все спешат импортозамещаться, поскольку в январе работают. Ну, по большому счету. И второй сегмент, это облачные провайдеры. Ну, окей, третий сегмент, это госкомпании, которые вынуждены идти в импортозамещение, просто потому что у них, например, внедряется KPI на импортозамещение у топов. Да, три сегмента. А вы прямо вот такая компания, именно техническая, вот за виртуализацию, или вы в группе компаний какие-то стоите? Мы техническая компания, которая разрабатывает свой продукт. Мы вендор, разработчик софта. И энтузиасты, как я понимаю. Ну, как энтузиасты? Желательно за деньги. Роман Карпов, AxionGDK. Тут вот упоминалось, в общем-то, про open source, то, что многие решения там, квмообразные, узвиртообразные и так далее, у вас свой путь, но все равно видно, что внутри вас есть так или иначе open source, тот же самый FreeBSD, который вы упоминали. Вы с комьюнити работаете? Ну, то есть вы занимаетесь тем, что свою экспертизу наращиваете не только, ну, здесь, там, внутри страны и как бы ни с кем не делитесь, но и туда пытаетесь проникать, да или нет? Ну, ответ вот такого формата. Ну, тут как бы не совсем верно, частично. Во-первых, большинство, ну, так, в решении написано нами самостоятельно абсолютно с нуля, просто потому, что, как я и говорил, у нас пять компонентов, да, четыре из них, три слоя и, соответственно, компонент управления этими слоями, это полностью с нуля написано, то есть ноль open source, да. Соответственно, пятый компонент операционной системы, который обеспечивает связь нашего софта с, говоря, аппаратным обеспечением, действительно, FreeBSD, оно сильно-сильно переработано, мы не общаемся с комьюнити, мы не участвуем в комьюнити. Ну, и тем более сейчас такая ситуация, что, камон, какое комьюнити международное, когда мы, по сути... Я правильно понимаю, что в операционной системе не происходит устранение уязвимостей, которые во FreeBSD устраняются, а у вас, поскольку это отдельная ваша ветка из комьюнити, вы не общаетесь, они остаются открытыми. Нет, в ядре операционной системы, конечно, обновляются, сообразно комьюнити, но какого-то общения, там, открытие кода, мы не обязаны открывать код, FreeBSD не распространяется по GNU-GPL. Хорошо, тогда позвольте вас пригласить в Центр изучения технического ядра Linux, который создан вместе с ESPOM и FSTEC, там вопросы как раз безопасности ядра активно прорабатываются, мне кажется, вам будет полезно принять там участие. И второй вопрос. Вы, значит, затронули тему миграции, она действительно очень важна. Делаете ли вы что-то в этом направлении? Возможно, вы создаете инструмент автоматической миграции, своим варен ваш вариант виртуализации? Да, это важный момент. Большинство клиентов спрашивают насчет какого-то инструментария для миграции. Мы сейчас пилим свой продукт, который помогает мигрировать все. Пока, на самом деле, как происходит все с крупными клиентами, это крупный Enterprise, в полуавтоматическом режиме, мы помогаем мигрировать на нас постепенно, по чуть-чуть. Все идет не очень просто, как вы понимаете, да? Но в дальнейшем мы рассчитываем через годик, надеюсь, мы выпустим в продакшн наш инструмент, который будет позволять, по крайней мере, с самых известных гипервизоров делать это более в автоматическом режиме. Да. Так, давайте. Рустам Рустамов, Родцов. Продолжаю вопрос Романа. Есть ли в дорожной карте вопросы сертификации в Австек? То есть, насколько вы в госкорпораты сейчас и вообще в госорганы пойдете, там объекты КИИ и... Какой приятный вопрос. Ну, как приятный. Мы сейчас как раз считаем... Мы, по сути, находимся в процессе сертификации, там же новые правила, да? Да. И на самом деле эти новые правила нам благоприятствуют, потому что у нас с точки зрения лицензионной частоты все хорошо в этом плане, да? Сейчас мы этим занимаемся с одной известной из компаний, например, компания Echelon, если слышали про такую, с ними идем в процессе. У нас есть определенный roadmap по сертификации. Но при этом мы открыты и к каким-то параллельным вещам, потому что... Ой, сроки. Но в реальности нам бы хотелось через полгода, а по факту получится через год.